Девушки отдыхают Чтобы я не восстановил магическую силу статуи Он проклял меня И вызвал демонов Чтобы они расправились со мной Вот это новость Значит некромант еще очень силен Заклинание ослабеет Я немедленно расскажу об этом Тимону А как же я? Я еле на ногах стою Этот мерзкий колдун забрал всю мою силу Иди со мной Решим на месте Конечно Мне доложили Что благодаря тебе чудовище В храме Больше не представляет опасности Да, это так Ты оказал всем нам Очень большую услугу Если мы выберемся отсюда Живыми То я бы хотел видеть тебя в будущем В наших рядах Как верного паладина короля Для этого у тебя есть все качества А моя рекомендация тебе обеспечена Я подумаю об этом Хорошо А пока В качестве награды за твою помощь Я бы хотел дать тебе этот щит Носи его с гордостью Для всех это будет знаком твоей отварь Очень предмет щит доблести Темный проявился Аластер общался с его инкарнацией Значит Да, нам нужно торопиться Если мы не успеем То Хорошо Я начинаю подготовку К штурму лагеря орков Ты сумел разобраться с магией? Если мои воины не смогут ее использовать То мы обречены на поражение Хорошо, но нужно поторопиться Сейчас дурак каждый час У нас еще одна проблема Что случилось? Темный наслал на Аластера проклятие Ты можешь что-нибудь с этим сделать? Я попробую, но заклятие некромантов очень сильное Ты отличный маг И наверняка что-нибудь придумаешь Мне нужно подумать, как решить твою проблему Приходи завтра Непременно Эй! Ну как? Ты придумал, как снять проклятие? Есть кое-какие мысли Снять заклятие, скорее всего, у меня не получится Но вот ослабить его действие, думаю, можно Для начала нужно приготовить эликсир Мне нужно несколько редких ингредиентов Каких? Их достаточно много Я набросал список Ты должен принести все, что там указано Получит меня список трав Так, и что у нас тут? Спецоколида предварительный Дракон и корень Четыре губы Угарца Кость скелета Шесть местных грибов Четыре губы Два куска рты Три темные губы Эй! Вот все ингредиенты, которые ты просил Хорошо Я сейчас же займусь приготовлением зелия Навести меня завтра Значит, все-таки выгодней Вот так Дело повезти Что? Еще один сбежавший раб? Как же мне все это сточертело? Где моя охрана? Твои мертвецы уже давно покоятся в сырой земле И как видишь, на раба я не похож И мне незачем прятаться от орков Черт Ничего нельзя доверить этим безмозглым тварям Придется все сделать самому Эй, погоди Ты что, задумал убить меня? Может, как-то договоримся? У меня есть множество вещей Которые могут тебя заинтересовать Не вижу причины оставлять тебя в живых Ты прекрасно дополнишь мою коллекцию мертвецов Нормально все Нормально Так, я знаю, что я Так, у меня магическое У меня есть магическое У меня есть магическая руда Руда? И это хорошо Особенно ее Магические свойства Но у меня ее полно Мне необходима Более редкая на этом острове порода Которая имеет уникальное свойство Убивать время Я могу достать ее для тебя Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Руду называют черной. Ее жилы большая редкость. Часто можно повстречать ее небольшие залежи вблизи кладбищ и склепов. Мне нужно всего лишь 10 таких кусков. Хорошо, тогда я сейчас же отправлюсь на поиски. Да, чуть не забыл. Вот тебе от меня подарок. Он ускорит твои поиски. Вы чувствуете, как силы покидают у вас? Вот твои 10 кусков руды. Замечательно. Вижу, поиски руды тебя немного ослабили. Выбей это зелье. Оно снимет проклятие. Так, хорошо. Проклятие Герарда уходит. Кто ты? Меня зовут Герард. По крайней мере, меня так называли, пока я не ощутился здесь. И как же ты попал на остров? Хе-хе-хе-хе. Когда-то я был очень знатным человеком. Я был магом огня. Но судьба распорядилась так, что меня вместе с другими магами забросило на этот черт от остров. После жуткого шторма на нас напали пираты и повредили судно. Лишь немногих уцелевших выкинуло на берег. После этого я поселился в этой пещере. Что случилось с остальными магами? Это не важно. Не было никого. Они все утонули. А теперь уйди прочь. Меня прислал Фрэнсис. Он хочет закончить начатое. Но ему нужна твоя помощь. Что? Не думал, что он объявится через столько лет. Значит, он знает, что я жив. Мне нужно подумать. Приходи завтра. А, вот оно что. Ну, здесь опыта больше дают, наверное. Вот так, если я сейчас сделал. А тогда я сделал тык-тык плюшки. В принципе, нормально. Пошел многоходовочка, нормальная. Что тебе известно о пьедестале трех драконов? Последний раз это название произносили уста великого мага. Мастер Корв. Нет. Как вы могли так просчитаться? Зачем вы? Извини, что перебиваю, но я нашел дневник Корва. В нем написано, что у тебя должны были остаться его рукописи. Рукописи? Ах да, рукописи. Их уже нет. Я уничтожил все. Что? Ты просто уничтожил труды великого мага? А ведь это могло быть последней ниточкой, последней зацепкой к тайнам древних народов. Не горячись. Труды мастера Корва я знаю наизюсть. Его рукописи были бы слишком опасны. Попади они в руки простых смертных. А теперь я отвечу на все твои вопросы о пьедестале трех драконов. И слово молвил чародей. Из тьмы явился страж теней. Это было... Было нашей роковой ошибкой. Мы презрели древнее заклятие. И сами сотворили новое. Надо было прочитать какой-то древний трактат у постамента. И все... Все бы... Закончилось. Что-то я отвлекся. Продолжай. И фокус камень он поднес, а дух дракона ввысь вознес. По всей видимости, стражи, которые приходят в наш мир во время разрыва, имеют при себе сгусток энергии. Что-то вроде камня, который направляет магические потоки в определенном направлении. Но жертву крови не принес. Пролил он море горьких слез. И гнев драконов он познал. Страшнее мести не видал. Если тебе удастся активировать постамент, то сразу он тебя никуда не перенесет. В противном случае подкинет к небесам. Так что... Мягкой посадки не жди. Пьедесталы трех драконов построены на чистейшей магии крови. Для перемещения в пространстве необходимо найти одну из всевозможных точек, в которую тебя должно доставить. Далее, при помощи древних знаков, необходимо указать нужный пьедестал. Однако существует неприятный момент. Ты должен сполна заплатить своей кровью. Но какой дурак будет жертвовать родной кровью, когда жажду пьедестала можно удовлетворить чужой? Ты что, предлагаешь приносить в жертву окровавленные трупы? А ты, смотрю, парень не промах. Знаешь свое дело. На самом деле, все куда проще, чем кажется. Много лет назад одна охотница поведала мне давнюю легенду о волшебном пузырьке. Это было за времена самого темного, когда вместо руин возвышались башни могучих городов, а где сейчас бушуют темные океанские воды, стелились бесконечные степи и зеленые долины. Вот тогда безымянному солдату, чей отряд был снесен ордами нежити, удалось скрыться высоко в горах. Истощенный и раненый, он подымался все выше и выше по горной тропе. Внезапно перед ним возникла крепость, чьи стены были чернее ночи. Солдат без особого труда смог попасть внутрь. Но кроме голых стен он ничего не обнаружил. Однако, как только солдат собрался уходить, перед ним явился небольшой пузырек. Измученный жаждой, он взял бутыли и сделал пару глотков. Через мгновение на землю рухнул высохший скелет. С тех самых пор черную крепость обходят стороной, а пузырек, с которого отпил солдат, ферракийцы прозвали Склянкой Уперя. Из легенды следует, что Склянка вбирает в себя жизненную энергию своего обладателя. Так зачем мне понадобилось это орудие самоубийства? Я со своей жизнью еще не готов распрощаться. В умелых руках пузырек не только будет красть жизненные соки врага, но и восстанавливать здоровье хозяина. Когда свежая кровь наполнит бутыль и коснется его краев, ты без проблем сможешь принести жертву к Едесталу. Где мне отыскать Склянку? Не вижу причин рассказывать тебе это. Я готов на все, чтобы заполучить эту Склянку. Да, я рад слышать такую речь. Мне как раз необходима душа для одного эксперимента. Моя душа? Какого эксперимента? Процедура будет называться «Переливание жизни» или, проще говоря, «Магия крови». Но я не... 65, 65, 52, 89, 426. Мне удалось. Он жив. Я оживил его. Теперь он повинуется мне. Что? Что ты со мной сделал? Беляр, тебя дери. Я перелил часть твоей души в неживое тело. Я создал Голема. Правда, шансы на успех были просто мизерны. Твои силы могли бы просто кануть, не оживив Голема. То есть я мог просто умереть? Да, но не беспокойся. В награду за твои труды мы можем повторить эксперимент. И у тебя будет твой собственный Голем. А пока что отдохни. Ты потратил много сил. Подожди минутку. Какие эксперименты ты здесь проводишь? Я исследую запрещенную магию, которая называется магией крови. Остальное тебя не касается. Я хочу быть твоим учеником. Ха-ха-ха-ха-ха. Что? Ты сказал учеником? Я всегда мечтал обучиться темному искусству. Уничтожать все живое. Воскрешать мертвецов. Призывать демонов. Довольно. Ты только морочишь мне голову. Убирайся прочь. Чтобы глаза мои тебя не видели. Эй, ты. Я же сказал. Убирайся. И все же. Ты возьмешь меня в ученики. Я действительно хочу познать секреты магии. А-а-а-а. Упрямый смертный. Тебе больше некого доставать, кроме меня? Я хочу лишь тишины и покоя. Или тебе мало того, что ты остался в живых? Нет. Этого недостаточно. Но все же, не каждый маг может позволить колдовать на этом острове. А ты, как я вижу, разгадал тайну проклятия. Это тебя не касается. А теперь убирайся отсюда. Иначе тебе не сладко придется. Эй, ты. Да. Я предупреждал тебя. Так. Я обнаружил неприятную картину. Ну, наконец-то! А я думал, что ты всю черную работу на меня спихнул. Что? Марик! Как ты выбрался из шахты? Где мы? Видно, ты все же хорошо головой треснулся. Неужели ты все забыл? Ты освободил шахту от орков. И спас меня. А сейчас мы в храме Черепа, возле клинка. Клинок? Черт! Как болит голова! Соберись! А теперь пойди и возьми клинок. Погоди. Черт! Это же Карер, Лафер и Борис! Они мертвы? Неужели ты их убил? Это было необходимо. Алластер, они хотели забрать у нас клинок. У меня не было выбора. А теперь все в твоих руках. Чего же ты медлишь? Забери его, и мы навсегда покинем этот проклятый остров. Так как я недостаточно мощный, скажем так, дрищара, если выбрать, я не знаю, Марик, кажется, это плохая идея. Духи. И этот Марик набросится на меня и отымеют. Поэтому я возьму первый вариант. Хорошо, я заберу клинок. Поторопись, у нас мало времени. Вот ты и попался! Получай, гонбол. Все, я его уничтожил. Надо дождаться, пока этот зеленый свет спустится и валить нафиг отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вернулся. Оставь меня в покое! А? Что? Ты? Ты очнулся? Этого не может быть. Как тебе удалось? Моя голова, она чертовски болит. Еще бы! Ты ведь вернулся из-за вения. Что? Так это твоих рук дело! Сейчас твое сердце пронзит мой клинок! Ха-ха-ха! Ты слаб! И я могу тебя запросто размазать по стенке, как мясного жука! Да! Действительно, я погорячился. Это из-за головной боли. Меня сейчас вывернет наизнанку. Держи зелье. Она поможет восстановить тебе силы. Ну вот и замечательно. Насчет твоей просьбы. Если есть еще желание, приходи завтра. Всего и ловка, спецеденция, здоровья и мало. Ну и все не так уж плохо. Так, подожди-ка. Подожди минутку! Ушила еще кое-что должен мне рассказать. Ну? Тебе нужна помощь? Помощь? Да. Помощь бы мне не помешала. Прекрасно. И что тебе нужно? Недавно ко мне забежал один раб. Пока я с ним вел беседу, в пещеру проник от гадстащих у меня наглый морг с магическими манускриптами. И мне надо вернуть ее? Верно. Если я получу назад шкатулку, то нагружу тебя магическими свитками. Нагружу. Так, попросить склянков. Это потом. А сейчас надо забрать амулет и сундук. только я не помню, какая из этих членков. ... амулет и сунюк capital. Или это все надо их выкопать? Ну все значит все Да, по-моему не все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Присел на меня такой нормально И О чем прикол? Подожди Прошу раз ешь Ага О, сундук спустился Замечательно А вот эту штуку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прощайное письмо Дорогой Герард, хотя мы знакомы с тобой не так долго Хотелось бы, но я наверняка знаю, что ты хороший человек За эти короткие мгновения, пройденные с тобой Я буду благодарна тебе всю жизнь Пожалуйста, не уходи Это опасно, ты можешь погибнуть в этом дурацком эксперимете Почему ты не можешь просто остаться и быть со мной? Я знаю Знаю, тебя нет говорить, поэтому я пошла на крайней мере, чтобы помочь тебе Скорее всего мы больше никогда не увидимся живыми Тебе, наверное, никто не говорил Но существуют амулеты, которые могут даровать его владельцу власть над магией Да-да, именно на этом острове Но помни, амулеты держим проклятием Стоит лишь раз надеть И нет, я не могу, прости Герард, просто возвращайся целому и невредимому И помни, я всегда буду любить тебя, твоя Тильда